11 ноября 2021 года Шашимат Бхактинаду Ван Гасвай Махарадж Прежде всего, я предлагаю свои поклоны Вот и с ним стопам, я думаю, что нужно падать, что выращивать Шашимат Бхактинаду Ван Гасвай Махараджу Пожалуйста, примите мои планы, если мы в Вашнам Вашнаме Итак, под руководством Шигуры Вашнамов мы совершаем Вараджа Мандала Парикрама Мы получили даршин многих мест сегодня Напишите, пожалуйста, как звук слышно, перевод или нет И также мы посетили множество особых мест То есть места, которые мы посетили сегодня Это были очень особые места Итак, это место, то есть вот эти места, которые мы посетили сегодня Это сердце Гудя Вашнаху Это очень, очень, очень редкие места Итак, мы отправились Напишите, пожалуйста, слышно перевод или нет Итак, Шилорупога своим пад Он совершал там свой баджан И он памятал о всех этих грибах Она пришла туда и приготовила кир Сладкий рис Вы там пробовали сладкий рис, да или нет? Кто там не получил покоры? Вы получили оттуда покоры или нет? Нет, но мы же всем раздавали Напишите, пожалуйста, в комментарии, слышно перевод или нет Так, Шилорупога с вами, Санатана Гасвами Шилорупога там объясняется, что преданные, у которых есть према Все, чтобы они не видели Они рассказывают хари-катху таким замечательным образом Шмати Радика пришла, чтобы слушать эту хари-катху Санатана Гасвами Где он жил? Он жил на Памара Сароларе Арупа Гаснаэль Пад Он жил где? Ну, посмотрите, каждый день Санатана Гасвами Приходил Антеру Кадамбу И два брада встречались вместе Пришла сама и под предлогом того, что Пришла туда и стала готовить сладкий рис Итак, что значит повторять святые имена? Все повторяют святые имена? Санатана Гасвами Итак, как же воспевать святые имена? У Падишану, где Шилорупога с вами Пад говорит Как воспевать святые имена? Вы должны жить в Аврадже Вы должны общаться с этими великими расикопреданными Эти сердца погружены в Авраджа расу И мы должны быть под руководством этих Авраджа вази Как они совершали Баджи? Вы должны следовать этому К примеру, Рупа и Санатана Они находились в Аврадже И они явили Баджиной Бранале Как правильным образом совершать Баджан? Итак, Шмати Радика, рано утром После омобения Шмати Радика приходила в Нандалай Дом Махараджи, чтобы готовить для Кришны И кто приходил с Шмати Радикой? В особенности Кунда-Лата Она шла вместе с Шмати Радхарани Конечно, в Манджаре они всегда обружали Шмати Радику Но в основном Кунда-Лата также была И Кришна, чтобы встретиться с Шмати Радикой В общем, там у Нанды Махараджи был коровник В котором было множество коров И Кришна Он притворяет, что Он дает коров Он всегда приходил туда На самом деле, Он хотел встретиться с Шмати Радикой И Шмати Радика, она специально разрывала Своё жемчужное ожерелье И как бы она начинала собирать все эти жемчужинки На самом деле, она всегда стремилась посмотреть в глаза Посмотреть на Кришну То есть, проходя мимо Кришна, Он как бы доил коров Но в это время Он направил струю молока Прямо в личико Шмати Радики И это всё молоко, оно было как прекрасное, с жемчужиной Рассыпано по лицу Шмати Радикой Радики И когда Рупа и Санатана Гасвами встречались вместе Они обсуждали первый шлоку Шимат Бхагаватана И Санатана Гасвами давал одно объяснение А Шиларупа Гасвами давал другое Настроение сладости И даже Шмати Радик, она приходила слушать эти объяснения Первые шлоки Шимат Бхагаватана То есть, Шимат Бхагаватана начинается с вот этой шлоки И там где говорится Адираса Что такое Адираса? Это Шимат Бхагаватана Адираса это Шингар Раса Насколько это прекрасно, слышите эту халикотку И после Таракадамбы мы отправились куда? Там была авария, но никто не поздравил По беспричине милости города Эва То есть, два автобуса, они там столкнулись Но на самом деле никто не пострадал Ничего такого не произошло Может быть, просто там небольшая встряска была Но никто не отправился в больницу То есть, ничего не произошло Это милость Гура Дева Это милость Гуру и Ващна И затем отправились вместо Чаран Пахари И мы слышали о том, как Акрура и Иудова Они возносили множество молитв Видя эти отпечатки Стоп Кришны Итак, Акрура и Иудова Они были в том месте, вот в этом месте на Чаран Пахаре И когда Кришна, Он играл на флейте Слушая звук флейты Кришны, даже камни плавились До сих пор, до наших дней можно получать даже на тех лотосных Стоп Кришны Но теисты, они не верят в то, что это все истина И там можно видеть также все отпечатки Там флаг, чакра Но теисты не верят в это все И там, в том месте находятся очень красивые отпечатки Стоп Кришны И так мы слышали во всем этом Там также находятся отпечатки Стоп Кришны И во времена Лил Кришны все места были очень-очень красивыми И Кришна, Он в том месте пас, Он пас коров А ночью Он являл множество удивительных лил с гопи Таких как Расталилы После этого мы отправились в Нандагон Вначале мы посетили Павана Сарована Павана был отцом Это имя отца Вишаки И там также, то есть там находится прекрасное озеро Итак, отец Шимати Радики в Решабану Махарадж Там построил замечательный дворец на берегу этой Павана Саровары Потому что каждый день Шимати Радика Она отправляется из Явата в Нандагон Вы должны помыть стопы и руки перед тем, как входить в дом В наши дни мы даже обувь не моем Ведическая культура значит, что нужно мыть руки и стопы перед входом в дом Но сейчас люди используют обувь в доме и даже садятся на кровать в обуви Так Шимати Радика приходила туда каждый день И она там омывалась в месте Павана Саровара В Шастрах объясняется то, что вы должны помыть свои руки и стопы перед тем, как входить в дом И там также описываются прекрасные лилы И также там видно такие мягкие ступеньки специально, чтобы Кришна приводил туда коров на водопое То есть Кришна, он звал Нири Нири, Чури Чури То есть особые такие, ну как бы язык, как вот привлекать коров И Кришна так же самое иногда омывался там И с своими друзьями он омывался с одной стороны пруда А Шимати Радика на другой стороне пруда отмывался также со своими подружками На самом деле Кришна, он притворяясь то, что он омывается Он подныривал под воду и подобно крокодильчику Ну строя себя, как будто он крокодил хватал Шимати Радику и горпить за стопы под водой И Шимати Радика после омывения приходила в Нандалай, в дом Нандамахараджа И с Кандалатой и другими гопи Она готовила столько всего И Кришна, Он так же То есть Кришна приходил на кухню, когда Шимати Радика там готовила По какой-либо причине Мама Ишода и Рахини Мая, они уходили оттуда И так Кришна, Он встречался с Шимати Радикой на кухне И Шиваджа В Борис Шабану Пурия на Варшане Господь Брахма Он сам проявился как гора А Шиваджа, чтобы служить в Лилам Шимати Радике, а Шиваджа так же Он проявился как Нандишвара Парват в Нандагалоне И там проходили всевозможные Лилы, которых Вы сегодня уже слышали Даже сам Шиваджи, стремясь увидеть прекрасный образ Маленького Кришна, Он приходил Такие прекрасные Лилы Вы уже об этом слышали Вы видели Халбилан? Вы слышали о Халбилан? Такое прекрасное место То есть за Яшадакундой находится место Халбилан 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 Это переводится как монстр На самом деле Вы не можете увидеть эти места Вы можете только лишь увидеть их посредством своих ушей Итак, в Девананда Каоте Мадхе Там написано, что Вы не можете видеть Господа своими глазами То есть Вы можете видеть Господа сейчас посредством своих ушей То есть Вы должны слушать Харикатху Харикатха полностью трансцендентная Вы не можете видеть Господа посредством своих материальных глаз Потому что Вы обладаете грубым зрением О, вот мы были вот сегодня вот вместе Так же Ашишешвар Махадеб и Парджани Махарадж Отец Нанда Махараджа То есть Дедушка Кришна Он совершал аскезы Мы получали больший даршин от этих прекрасных мест Потом мы отправились вместо Валита Кунда Мы получали даршин от Валита Кунды Мы также видели божество Валита Бихари Прекрасное место Также мы видели Мукта Кунду Там замечательная история проху произошло Как Кришна Он посадил жемчужины Ну я немножечко расскажу То есть вот в книге Мукта Чарит Которую написал Шила Рагуна Дас Госвами Описывается в подробностях вся эта лила О том, как Кришна посадил жемчужины Если вы будете читать эту книгу Мукта Чарита Гранха В этой книге также множество других историй Эту книгу написал Шила Рагуна Дас Госвами Это Мукта Чарит Ката Мы отправились во множество мест Раньше мы 2-3 дня проводили в Нандагаоне То есть мы ездили туда во время школы И туда ездили около двух автобусов людей То есть около ста человек А, извиняюсь, не во время школы Мы там жили в одной школе То есть в предыдущие годы И проводили там 2-3 дня В Нандагаоне Чтобы обойти все эти места Как Нарадариши Он увеличил Ман в Шимати Радике То есть ее ревнивый гнев в Шимати Радика Вошла в Ман После Нальдаконда мы отправились в место Нандакирак Также вы слышали там Харикатхо Такое удивительное место Рядышком там находится Кришна Кунда И после этого Дамбанда налево То есть вот рядышком там прошла Дамбанда налево То есть в разные кальпы Лиза проводит в разных местах Видели там это изображение То есть иногда Это Дамбанда налево Она проходит в Благохоле Иногда на Дагаоне На Дамбанда Махарадж он приходил И омывался там Махарадж used to Махарадж used to Махарадж used to В те времена В те времена В те времена Женщины они омывались в одном месте А мужчины в другом И можно видеть Хонду Где? Нанда Махарадж И также Другие особые личности во братья Они также омывались там Нанда Кирах И только жемчужин То есть Рады и Кришна Они вот-вот уже поженились То есть Нанда Махарадж Он послал множество даров Жемчужин И также Они послали Халди То есть Куркуму То есть Мы собрались вот Вот Завтра Или послезавтра Но Если бы Мать Радика вышла за Кришну То Эти лилы Параки Раса Они бы не произошли То есть Какие лилы? То есть Лилы Необычайно редкие Даже для Вайкунхи То есть Вайкунха Йозха Дварака То есть В этих Дхамах Эти лилы Они проходят Какие лилы? Лилы на стороне Паракия Бхава Паракия Бхава Некоторые говорят Что она существует Только в этом мире В трансцендентном мире Этой Бхавы нет Паракия Бхавы нет Но это неправда И когда Кришна Он являл Своей лилы В этом мире То есть Некоторые люди Говорят Что Паракия Бхава Только в материальном мире И существует Но в трансцендентном мире Ее нет Но это неправда Это не все Бабхаджи сопроводает, так утверждают, но некоторые. И в этой эшлоке, в Четанчирданте, говорится, лила, то есть Кришна говорит, что те лилы, которые не проходят даже на Вайкондхе, я хочу проявить здесь. То есть и те самые лилы, которые проходят в Духовном мире, Кришна проявил здесь. Если бы в Духовном мире не было бы Параке Бабы, то невозможно было бы и проявить. Но Параке Баба для людей в этом мире, она невозможна. То есть если обычные люди, они пытаются подражать этому и встречаться вне брака, то такое поведение ведет в ад. Но в Духовном мире Параке Баба является высочайшей. И Ягамая подумала, а если Кришна возьмет в Джонуще матерадику, то как возможно, чтобы эта Параке проявилась? Параке Баба, она также проходит, существует и в Духовном мире, в трансцендентном мире. И оттуда все эти лилы проявляются здесь, и в этом материальном мире, как Параката Лилы. То есть здесь три вида Дхамы. То, что мы видим сейчас, это Бриши Ман Пракаш. То есть места лилы присутствуют, но лилы с нами мы не видим. И все эти лилы, все спутников Господь взял в Духовном мире и проявил здесь, в этом материальном мире. Это шлока описывает это должным образом. Итак, Пурнамаси, она пришла в это собрание, и Пурнамаси Дэви сказала, «Конечно, хорошо, чтобы Кришна, Он взял в Жоношню Матерадику, но это нельзя проводить их свадьбу в этом году». То есть Пурнамаси Дэви, она все поменяла. То есть пусть их свадьба состоится, но не в этот год. Надо ранить где-то. Можешь ссылочку разукнуть под чатом, пожалуйста? Итак, Пурнамаси Дэви объявила то, что сейчас планеты, созвездия, они не очень благоприятны для этой свадьбы. То есть чтобы провести свадьбу, необходимо сравнить гороскопы мужа, жениха, невесты. Потому что если их гороскопы не сходятся, тогда в мире жизни будут большие проблемы. То есть когда сравниваются эти гороскопы, то там должны быть какие-то точки сходства. И должно быть... То есть если от 28 до 36, как бы вот этих вот каких-то соприкосновений, там каких-то одинаковых точек, то это очень хорошо. Если у вас будет 36 одинаковых качеств, то это очень-очень хорошая партия. То есть когда вы проходите семь... То есть жених с невестой, они обходят семь кругов вокруг огня. Ой, вокруг огня. И однажды один человек спросил, Махараджи, скажите, это моя первая... То есть вот эти семь кругов, они створяют то, что семь жизней, вы будете вместе. И один человек однажды у меня спросил, О, Махараджи, это моя первая или последняя? Ну и какая по счету это моя жизнь вместе с моим возлюбленным, с моим мужем? Но откройте свои уши, то, что говорят в Писании. Если муж и жена, они живут душа в душу, как два голубка. И как вот голубочки себя ведут. То есть один полетел, голубок, голубка за ним. И наоборот. То есть если у вас такая счастливая жизнь, это значит, что у вас первая жизнь вместе. А если у вас в доме каждый день постоянные ссоры проходят, это значит, что это уже последняя... последняя жизнь. Вы можете сами это проверить. То есть это начало вашей совместной жизни, как бы по жизням середина или конец. То есть вы можете сами по своему поведению это проверить. Иначе, например, там кто-то может думать, «О, когда же мой муженек умрет уже? Он такой злой!» Так или иначе, Пурнамаси Деви сказала, то есть в этом году не нужно их свадьбу делать. И когда Кришна поднял Гея-джаклардану, как прошли все эти дни, было 10 лет и 8 месяцев. Кришна... Было в Риндаване, сейчас нужно принять Прасад. Итак, затем мы посетили Удавакяри. И это очень особое место. Затем посетили Санкет. То есть мы там увидели божества там Санкетешвари. Очень прекрасное место. Как Кришна, Он намеками с помощью Санкета. Это место связано с Нишанталилой. Там проходит Нишанталила. То есть как Кришна, Он играл на третье и зазывал Гопи. На самом деле существует множество Санкетов. То есть Санкета-то это как бы намеки, да? То есть, например, Кришна, Он сладит свои волосы, это означает то, что Он хочет встретиться с Гопи в Кешва, в Кунче. Потом Кришна он берет зеленый листик. Харит Кунда! То есть, когда Кришна он берет зеленый листик и начинает вращать в Своем руке, это значит, что Он хочет встретиться с Гопи в Харит Кунже. То есть Санкета-то такие намеки того места, где будет пройдет встреча Рады Кришны. Итак, должны раньше находились три-четыре дня на Дагаоне. И Гурдов рассказывал, там столько сладостных Матхурия Катхи. Но эти времена прошли. Поэтому и последнее место, куда мы перешли, это было Прямо Саровара. И там обсуждали темы встречи, разлуки, что есть четыре вида разлуки. Порвара, Акман, правас и Прямо Вайчити. Это четыре вида разлуки. И вот как раз-таки Прямо Вайчити, это настроение, которое было у Шматирадзика в том месте. То есть Рады Кришна, как говорится, вместе, но все же, но все же Шматирадзика, она чувствовала разлуку с Кришной, находясь вместе с Ним. Шматирадзика лежала на коленях по Кришне, туда приедел один шмель и начал виться вокруг ее стоп. И Матхурия отогнал его и, вернувшись, он сказал, что Матхурия улетел, больше никогда не вернется. Больше никогда не вернется. Затем Шматирадзика она села, она сидела на коленях у Кришны, но при этом Шматирадзика в воздухе «Ха, Кришна, О, Кришна!» потерял сознание. И из слез Шматирадзики возникло это озеро Примасаробара. То есть и правну Кришны Вазранап, он проявил эту кунду там. Вчера Мишмати Чакарвати Пат объясняет, почему Кришна ушел из Матхуры в Бриндаву, из Бриндавану Матхуру именно по этой причине. Из-за этой лилы, которая проходила, в Сароваре. Вы можете измерить любовь только лишь в разлуке. Например, что-то жидкое можно измерить, поместив туда руку. Но если вода превратилась в лед, то вы не можете понять, ну, как бы измерить. И когда огонь и разлуки пылают в вашем сердце, тогда вы можете ощутить, измерить, сколько любви у вас сердца. И так есть четыре вида встречи также с Сан-Кирной и так далее. И на самом деле существует 64 вида проявления любви. То есть четыре вида стресса, четыре вида разлуки, там, помножить друг на друга, помножить еще раз и получится 64. Прожатый уже вас ждет. Воспевайте святые имена и думайте обо всем этом. Каков смысл повторения святого имена? То все даршны, которые получали вся хари-катха, которую вы слышали, вы должны памятовать об этом во время воспевания святого имена. Если вы будете повторять святые имена и памятить об этих лилах, сколько сладостей придет к вам. Иначе вы увидите все это во сне. Вам снятся сны когда-нибудь? Да. Думайте во всем этом. ЖАЙ! ЖАЙ! Жагутэв и ЖАЙ!